Идем в мастерскую к нашему педагогу, журнописцу Тихомировой Наталье Александровне. Очень старое здание, построенное еще в советскую эпоху. Поднимаемся на 3 этаж. Здесь когда-то раздавали мастерские различным художникам, скульпторам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кстати говоря, из лазурита в древности, древние художники делали голубую краску, синюю, и было это очень дорого, потому что краски все были натуральные, приходилось добывать либо глину, но глина была более дешевая, а чтобы камни добыть, то, конечно, это оникс, оникс, вот это помось, а вот это что, Наталья? Кошачий глаз, а это бирюза. Мне нравится держать камни в руках, от них энергия, прям аж я ощущаю эту энергию. Эта картина писалась к хоровым играм, которые в Сочи проводились после этой письки. У моего отца мастерская, ну, когда он жил в Санкт-Петербурге, художникам, ну, это было очень давно, поэтому тогда художникам не давалось мастерских вот таких вот, как отдельных комбинатов не существовало. И художников распихивали то в подвалы, то в какие-то еще такие места неухоженные. А так как церковь была гонима, ну, вера, то часовня какая-то, на каком-то кладбище, я точно не помню название, ее отдали как раз моему отцу. А при каждом кладбище же есть, ну, копают могилы, все, а захоранивать некуда, выкапывают старые, новые захоронения делают. И вот эти гробокопатели, они промышляли тем, что продавали. Ну, так как художникам всегда это необходимо, потому что анатомия, скелет, это очень важно вообще для художника. И он предложил моему отцу, но череп это от одного, а скелет от другого. Скелет как раз это, там, какая-то могила, ну, более неизвестная, а это вот именно был какой-то графский скелет. Граф за череп, да. А сколько интересно ли это время? Это я не знаю. Это я не знаю вообще, потому что там полупьяные все время эти, они даже сами толком отцу ничего не сказали. То есть вот все, что я знаю, вот так оно вот было известно. Подарки там продавали, продают. А рыбу мама моя сделала. Один зритель тоже до меня допарился, это же какая-то Алиса, что у нее накрашенные ногти. Я говорю, а вы что, знакомы с Алисой, что у нее не накрашенные ногти? В общем, короче говоря, пришлось очень долго этому мужчине объяснять, что это художественная интерпретация. Красивая веточка, да? Ревописная очень. Иначе это не художник, а, ну, я таких вот людей сравниваю с фотографами, которые, ну, видят красоту, но они фотографируют, но они на нее же не влияют. Это передача собственного взгляда. Желательно, чтобы этот взгляд был красивый, потому что, опять же, для меня искусство – это красота. Если это некрасиво, то зачем вообще это делать? Балкончик. 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 Низа, Андрюшку, не забудь, все, мама забыла просыпать. Андрюшку не надо сюда. Да, да, да. Вот тут у меня. Место потрясающее. Так. Он уже оттерся. Пусть это будет самой большой неприятностью в нашей жизни. Это мастерская скульптора. Вот живопись папина, скульптуры большая часть папиных. Это родственники. Первая картина – это моей мамы предки, которые приехали из Прибалтики сюда, в Сочи. И с них началась вот как бы сочинская жизнь моего рода. А средняя картина – это папины родственники. Они жили на Кубани, как белогвардейские офицеры, его расстреляли. Мать, по-моему, тоже расстреляли. Детей сдали в детский дом. И вот моя бабка, папина мама, она вот воспиталась в детском доме. А третья картина – это Хлундов. Это парк Ривьера. Основатель парка Ривьера. Мой отец вылепил бюст. Кто был в Ривьере, на центральном входе, там бронзовые бюсты. Это бронзовые бюсты. Это бюст моего отца. Ну, в смысле, мой отец сделал. Вот эти две комнатки – это, наверное, половина от того помещения, которое у нас было раньше в здании. Поэтому вот все так вот навалено, потому что не позволяет площадь что-то действительно сделать. А когда в этом такой прям необходимости нет, то я работаю у тебя дома. А вот это вот я замуж выходила, вот такая волосатая, с волосами красивая. Вон то мой муж вот стоит вот так вот. Это мой папа с бородой как раз, это автопортрет. Но это очень интересный автопортрет. Отец снял с себя маску. Намазал себя вазелином и снял гипсовую маску. Ну, закрыл глаза, естественно, все. И маску снял и до работы уже вылепил. Наверху белая работа. Это называется «Экорше». Это тоже для художников очень важная вещь. Так же, как и скелет. Это анатомическая… То есть, на скелет, как бы, мышцы, как они, где прикрепляясь? А без кожи. Когда мама моего папу в дереве вырубила с моим сыночком. Музыка Мы хотим вдвоем на лифте с нами. Ой! Это наш путь. А кто идет с Настей? Кто идет с нами? Нет, сейчас. Давайте! Всем привет! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...